Экстремальные экспедиции на грани выживания Экстремальный марафон По песчаным барханам Через пустыню Сахара Без еды Без питья И невозможно позвать на помощь Поисковые партии приходят лишь для того, чтобы констатировать смерть Есть только один шанс на то, чтобы выжить Кто выживет в этой рискованной экспедиции? Кошмар Сахары Пустыня Сахара Сахара Пустынный уголок выжженной земли Грандиозные песчаные дюны И изнуряющая жара Тут нет воды Нет тени Кроме тех случаев, когда песчаные бури застилают солнце, а песок режет лицо словно иголками Жара сжигает все живое внизу Все это делает эти места самыми жестокими на земле Мало кто может здесь выжить Но каждый год происходит нечто невероятное Сюда приезжают спортсмены-марафонцы Марафон де сабль Марафон песков Это изнурительная экспедиция, во время которой бегуны должны пробежать 350 километров за 6 дней С минимум еды и питья бегуны испытывают себя в крайне тяжелых условиях, иногда смертельных Несмотря на суровые условия, а может и благодаря им Сюда съезжаются спортсмены-экстремалы из 25 стран Две с половиной тысячи километров по холодному песку сицилийского пляжа Это самая необычная тренировка перед первой попыткой покорения Маура Проспери Бегун международного класса запасной сборной Италии по пятиборью, которая привезла домой золотую медаль Олимпийских игр в 1984 году Я считаю, что я прирожденный спортсмен Я с 8 лет посвятил свою жизнь спорту Он мне нужен Это что-то вроде наркотика для меня Ради участия в пятиборье он тренировался в беге, плавании, конном спорте, фехтовании и стрельбе Я всегда стремился оказаться впереди всех Показать всему миру, что Маура лучше во всем Для меня это остается приоритетом, невзирая ни на что Я начал мечтать об ультрамарафоне Это было что-то вроде научной фантастики То, что никто не может сделать, но во что хочется верить Эти экстремальные марафоны были проведены в различных смертельно опасных районах Земли Когда Маура увидел программу марафона песков, он сразу увлекся им Мысль о беге по пустыне привлекла его Когда я приезжал на соревнования по пятиборью в Египет, в Каир И бежал по дистанции по дюнам, они меня очаровали Это была моя первая встреча с этой удивительной, фантастической страной Но не все разделяли энтузиазм Маура Его жена Чинти считала это безумием Странно и непривычно устраивать марафон в пустыне Но это полностью изменило нашу жизнь Он редко бывает дома, все время бегает где-то, готовится Маура ежедневно пробегает марафонскую дистанцию 49 километров ограничивая себя в питье, чтобы приучить организм к обезвоживанию Чинти говорит, ты не должен ехать в Африку, чтобы сделать там что-то особенное А я жалею, что время не бежит быстрее, чтобы настал день отъезда После шести месяцев тренировок он готов к бою Чинти останется присматривать за их тремя маленькими детьми Сильвией, Клавдией и Матиасом Всем им по восемь лет Я знаю, что от него долгое время не будет никаких новостей И мне тяжело осознавать это Ведь если с ним что-то случится, я не буду знать, где он, что с ним, как с ним связаться Но я к этому привыкла Маура летит с берегов Средиземного моря в жгучую жару Сахары В Марокко он встречается с другими спортсменами-фанатами Для многих из них это первый визит в Африку Впервые они встречаются с жарой Сахары С каждым часом современный мир удаляется от них Они быстро уединяются в традиционных палатках берберов Спортсмены начинают упаковывать свою провизию, необходимую им для выживания во время недельной экспедиции Они берут с собой только то, что смогут унести в рюкзаках Остаток провизий им придется оставить Они все здесь, как и Маура, желают выяснить, сколько они смогут продержаться Они все пришли к одному человеку, директору гонки Патрик Бауэр Его одиночное путешествие через Сахару в 1984 году вдохновило его на создание этого марафона Я предложил бежать 350 километров по безлюдной земле Это потрясающая экспедиция, разумеется Финиш не сравнится ни с чем, что ты раньше испытывал Бауэр хотел создать уникальные гонки, где финишировать значит уже чего-то добиться В первых гонках участвовало 23 спортсмена В 2004 году — 600 Все — палатки, машины, медикаменты — готовятся на месте Штат сотрудников вместе с докторами — 200 человек Они знают, что большинство участников не представляют, что их ждет Эти гонки столь смертельны, что участники заполняют специальную форму, где пишут, куда послать их тела в случае смерти Потом у них будет достаточно времени, чтобы насладиться одиночеством Наверное, это самый суровый марафон в мире Это настоящее сражение с миром вокруг, самим собой, собственным разумом Три, семь, шесть, сай, пять, два, 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 три Марафон песков начался С самого начала соперники разделяются на две группы Одна просто идет пешком, надеясь только дойти до финиша Другая, и среди них Маура, жаждет победы Его изнурительные тренировки делают свое дело, и он оказывается впереди всех Меня возбуждало то, что я могу бежать, то, что я могу соревноваться в новом месте Мне абсолютно не знакомо Я хотел помериться с силами с пустыней Он пробегает мимо кочевников, тауренгов, они живут здесь Они как синие призраки на пустынной раскаленной земле Они живут в Сахаре тысячи лет и знают все секреты выживания Когда Маура добрался до первого лагеря, многие люди сошли с дистанции Ошеломленные жарой, песком и физическим истощением Когда вы теряете пятую часть воды в теле, у вас начинаются проблемы с усталостью и головокружением Когда вы теряете еще больше, начинаются конвульсии День второй Бегуны рассеиваются и остаются один на один со своими мыслями Я понимал, что это не просто часть легкой атлетики А это часть открытия самого себя Открытия природы К концу дня Маура прибывает во второй лагерь Он получает 4 литра воды, половину своего дневного рациона Ему нужно отдохнуть, чтобы достичь завтрашней контрольной точки Он быстро готовит обед, на этих гонках нет пищеблока Потом Маура заботится о своих ногах Он знает, что это первая вещь, которая может подвести бегуна Я стал профессионалом, когда соревновался в прошлом году Следующий маршрут самый ужасный в этих гонках Безостановочный бег на 100 километров Маура сам себе задает темп, иначе он не преодолеет дистанцию В середине дня поднимается быстрый, угрожающий ветер Он будто желает унизить бегунов Сахара обрушилась на них со всей яростью Я бежал среди небольших дюн, как вдруг сбоку налетел невероятно мощный ветер Самое страшное явление в пустыне, которого больше всего боятся бегуны Они больше не соревнуются за победу в гонке Они борются за выживание Самый худший вариант развития событий День третий марафона песков Трассу окутала жесточайшая песчаная буря Некоторые группы бегунов бегут плечом к плечу Другие, как Маура, отделяются и проглатываются песком Слесок покрыл мое лицо, я не мог дышать Ничего не видел Дюны начали говорить Я медленно двигался, нащупывая путь перед собой Он понимал, что теряет силы Он не хотел больше видеть Сахару Он пытался переждать бурю, ослепший и неподвижный Буря бушевала над ним 8 часов Когда она, наконец, утихла Другие бегуны вернулись обратно в базовый лагерь Когда Маура среди них не оказалась Организаторы решили, что его задержала буря Когда Маура очнулся на четвертый день Вокруг была смертельная пустыня Я ждал несколько часов Но вокруг не было ни души Чем больше времени проходило, вокруг не было никого Тем больше я беспокоился Существуют особые правила для бегунов, попавших в песчаную бурю Они должны ждать, пока кто-то не найдет их Мы не хотим, чтобы они разбегались на все четыре стороны Для Маура нет ничего хуже, чем сидеть на месте Он должен сделать принципиальный выбор Либо ждет в надежде, что его обнаружит кто-нибудь Либо он продолжает гонку, рискуя потеряться Он решает вернуться в базовый лагерь Я был убежден, что это мудрое решение Однако он совершил ужасную ошибку Он повернул на юг, хотя гонка продолжалась на восток Перед ним лежала пустынная территория в 9 тысяч квадратных километров Спустя несколько часов я все еще никого не видел Я забрался на огромную дюну, чтобы посмотреть, нет ли кого вокруг Но никого не увидел И тут я понял, что у меня большая проблема Задание Маура изменилось Теперь он не пытался победить в гонках Теперь он хотел выбраться из пустыни Утром пятого дня, спустя три дня после исчезновения Маура, организаторы поняли, что он пропал Организатор гонок Патрик Бауэр Мобилизовал все имеющиеся ресурсы на его поиск Мы искали Маура с помощью марокканской армии Двух вертолетов и разведывательного самолета Но они искали его вдоль трассы Предполагая, что Маура, согласно правилам гонки, ждет, когда придет помощь Прошло 48 часов со времени исчезновения Маура Маура начал гонку, соревнуясь с другими атлетами А закончил тем, что стал бороться с природой Но мысль о том, что нужно переносить лишения, испытывая свое тело Проверять себя в самых сложных ситуациях Всегда жила в нем Он тренировался ради этого годами Он мог выжить много без чего Но без воды все бессмысленно Он стартовал с четырьмя литрами Но они быстро закончились Без воды он не проживет больше 24 часов Человеческое тело устроено так, что может бежать при температуре 37 градусов Но если оно поднимется до 42, то будет плачевным Тело Маура обжигало солнце Вероятно, у Маура не осталось воды Это похоже на попытку поджечь себя Не имея возможности потушить пожар В пустыне не умирают от голода Умирают от жажды Я второй день писал в бутылку Я хранил ее, потому что думал, если меня не найдут У меня будет хоть какая-то жидкость Спасательная команда рыскала по пустыне в поисках следов Маура Наконец-то они наткнулись на него После полудня я услышал шум Это был вертолет Он пролетел очень далеко от меня Было ясно, что они меня ищут Я достал итальянский флажок, который был при мне и начал им размахивать Я был уверен, что он видел меня Но он пролетел прямо надо мной Я был уверен, что он вернется Вместо этого он улетел прочь Когда вертолет начал улетать Я начал кричать «Джованни! Паула! Чинтия!» Я был напуган Единственная вещь, которая могла спасти мне жизнь Улетала прочь Все, что было ценно для меня, промелькнуло передо мной Это было похоже на потерю всего, что было в моей жизни Друзей, семьи Потом я понял, что моя жизнь закончилась В Италии газеты на все лады обсуждали исчезновение Маура Я была на кухне, когда зазвонил телефон Это был мой свекор из Рима Он нервно сказал «Маура пропал в пустыне» Отец Маура прочел Чинти статью в газете Заголовок гласил «Итальянский бегун потерялся в пустыне» Там было написано о Маура и обо всем, что случилось на гонках Я заревела так отчаянно, что через пять минут Вся семья собралась вокруг меня Шестой день В двух тысячах километрах от нее Маура тоже впал в отчаяние В последнем усилии справиться с обезвоживанием Он пьет свою мочу Вы обезвожены Ваша соль сгущается, ее надо обязательно растворить Слишком большое количество соли разъедает бочки Маура Это будет смертельно для него Если вы возвращаете свою мочу обратно в организм, вы помогаете себе, снижая уровень соли до необходимого для выживания уровня Пока Маура продолжает бороться Остальные бегуны празднуют Марафон Песков завершился, в то время как от Маура нет никаких известий Он понимал, что пустыня может погубить его Но он продолжал бороться за жизнь Когда он решил, что все потеряно, он увидел какое-то свечение на горизонте Я увидел какой-то свет и подумал, там есть жизнь Маура подошел ближе, надеясь, что это спасение Он не понимал, что теперь его испытания пойдут по второму кругу и скоро выйдут из-под контроля Седьмой день Маура приближается к могиле мусульманского святого После того, как он пять дней бродил по пустыне, где негде было скрыться от солнца Эти древние стены, под названием Марабут, дали Маура пристанище после бега по пескам и жаре Не он один нашел здесь пристанище Он слышит свист летучих мышей Он надеется найти здесь еду и питье, оставленные паломниками Но здесь пусто Используя остатки мочи, Маура готовит еду в последний раз в своем путешествии Еда сублимирована, без жидкости он не может ее приготовить Хотя убежище для него это благословение Если он не найдет спасателей или воду, этот Марабут станет для него могилой Военные поиски ничего не дали, но Патрик Бауэр делает все возможное, чтобы найти Маура Помощь в пути Из Италии приезжает семья Маура Его сводный брат Фабио Пальяри И родной брат Рикардо Проспери Я оптимист Но когда я приехал сюда, я понял, что ничего обнадеживающего здесь нет Они спешат отправиться в путь Я всегда за него переживал Я люблю своего брата Они стараются найти бегуна, пропавшего среди тысяч квадратных километров песка Днем я смог себе представить, что испытывает Маура в тот момент Мы все время были вместе Мы стали друзьями Потому что у нас была одна и та же беда Та же тревога в сердце Утром следующего дня Маура услышал звук самолета Он может не заметить его, а ему нечем послать сигнал Маура предстояло сделать сложный выбор Поджечь свой рюкзак и спальный мешок в надежде, что спасатели увидят дым Или сохранить свои последние пожитки Я выбрал огонь Я слышал, что самолет где-то рядом Я подумал, слава Богу, свершилось Он вытащил из рюкзака пакеты с едой и специальное одеяло В надежде, что пилот заметит отцвет Маура внимательно прислушивается к звукам самолета Несмотря на все его усилия, его почти невозможно заметить С отчаянием он слышит, как самолет улетает прочь Он чувствует, что упустил свой последний шанс на спасение Ему сейчас так плохо, как никогда Другой шум послышался из-за горизонта Еще одна смертоносная песчаная буря заставила его искать убежище в могильнике Она была очень сильной Казалось, что она засыплет все вокруг Пока Маура сидел в усыпальнице, Патрик Бауэр ввел спасательную команду в неисследованный район южнее от гоночной трассы Я увидел какую-то тень Что-то двигалось, бежало Вы не представляете, как забилось мое сердце Как перехватило дыхание У меня слезы выступили на глазах Этого не может быть Это он Но это был не он Какая-то тряпка Но появилась надежда, что мы найдем его живым Когда закончилась песчаная буря, у Маура ничего не осталось Его вещи сгорели, его припасы еды пропали под песком Отчаяние Маура было безграничным Я был в отчаянии Все обернулось против меня Природа и та пошла против меня Я остался в усыпальнице Я умру, и я не знал, как лучше умереть Я думал о том, что я буду медленно умирать Значит, мне нужно было помочь себе умереть быстрее И тогда я перерезал себе вены Он представил себе, как однажды сюда придут паломники И обнаружат его останки Лучше, чем если бы меня занесло ветром на какой-нибудь дюне Когда Маура закрыл глаза в этом мире Он представил себе, как соединиться со своей семьей в ином мире Дома в Италии его жена Ачинтия с трудом представляла себе, как страдает ее муж Я несколько дней не пила и не ела Я пыталась представить себе, как долго можно прожить без еды и питья Это было смешно, ведь я не бегала и не жарилась под солнцем Но кое-какой опыт я приобрела Но Сахара не была готова отобрать жизнь Маура в Проспере В усыпальнице произошло невероятное Маура Проспере приготовился к худшему Он перерезал себе вены и был готов умереть Его тело было истощено после нескольких дней в пустыне Но на следующее утро он проснулся За то время, пока Маура был в пустыне, его тело было обезвожено В его крови было недостаточно жидкости, чтобы она могла течь по венам Когда он попытался совершить самоубийство, кровь загустела Она свернулась и текла очень медленно Так что выходило, что создавшиеся ужасные условия вынудили его покончить с собой Но те же самые условия спасли ему жизнь Я подумал, выходит, есть что-то, что спасло мою жизнь Я начал новые соревнования Соревнования с самим собой За свою жизнь Теперь у меня была цель Вернуться домой Больше всего я думал о своих детях, о моей семье Я постоянно думал о них Я снова привел в порядок свой рассудок Атлет Маура вернулся в строй Однако его жизнь зависела от многих вещей Ночью он думает о том, чтобы продолжить свой путь через Сахару Он нуждается в хлебе насущном Я видел небольших летучих мышей в углу башни Я ловил их А потом убивал и ел Я съел штук 20 В этот момент во мне проснулся пещерный человек Пещерный человек умел приспосабливаться к тому образу жизни, который ему предлагался Проведя три дня в убежище Он решил снова отправиться в пустыню Летучие мыши придали ему энергии Но нужна была вода, чтобы выжить Я вспомнил, что эксперты говорили мне о туарегах Если у вас беда, если вы заблудились Идите прямо к облакам Так легче найти воду Так легче оказаться поближе к жизни Теперь опыт, приобретенный Маура во время интенсивной полугодовой подготовки перед марафоном, начал окупаться Спортсмен, занимающийся гонками на выносливость, физиологически отличается от нас с вами Он может покрыть такое же расстояние, что и обычный человек, затрачивая при этом намного меньше энергии Марафонец может обрабатывать большое количество телесной и тепловой энергии Так что тело Маура могло эффективнее избавляться от теплоты Маура знал, что бежать он может только рано утром или поздно вечером Когда температура к середине дня поднималась на десятки градусов Старался найти убежище, если это было возможно Маура был так обезвожен, что не мог больше вырабатывать мочу Организм начал сдавать Когда тело перестает работать, когда перестает работать печень, перестает работать кишечник и желудок Ведь тело устроено так, что небольшое количество энергии резервируется для работы более важных органов Мозга, сердца, легких Я обратил внимание на невероятную потерю веса Чем дальше я шел, тем тонче становилось мое запястье Я чувствовал, как начали выделяться скулы Его жена Ачинти не теряла надежды Я помню, как журналист проговорил как-то Потому что Маура был Я остановила его И сказала, потому что Маура есть Чинти верила в Маура А Маура начинал верить в пустыню Я шел и смотрел Смотрел Я все время высматривал еду Я ел ящериц, змей, все, что шевелилось Тех животных, которых я ловил, я ел сырыми, ведь их тела состоят из воды А мне нужна была пища для деятельности мозга Поэтому большая часть еды шла на подпитку мозговой деятельности Я стал похожим на человека пустыни На Туарега Я начал жить в пустыне Я больше ничего не боялся Меня ничто не пугало Я старался спасти свою жизнь Но это не мешало мне любоваться красотой пустыни Братья Маура продолжали поиск Они замечают строение Сгорая от нетерпения, они подъезжают ближе Шнурок доказывает, что Маура был здесь Разумеется, я знал об их Маура Я сразу же сказал, это и его шнурок Внутри Марабута наши чувства подверглись сильному испытанию Возникла иллюзия, что мы близко от цели Но, к сожалению, дальше было плохо Мы не знали, в каком направлении он отправился Чувство безнадежности охватило их Мы искали уже не человека, а тело Но чем ближе подбирался Маура к смерти Тем крепче он цеплялся за жизнь Отныне все, что было раньше, меня не касалось Я словно стал паломником Я искал жизнь Через 9 дней после того, как он потерялся во время марафона Пустыня подарила Маура чудо После блуждания в течение 9 дней по пустыне Марафонец Маура Проспери удивительным образом был еще жив Я шел по руслу реки Реки не было уже давно Но я заметил некоторую влажность на краю Это были его последние шаги Но чудо, они привели его к одинокой водной скважине Я начал пить маленькими глотками Очень осторожно Чтобы не захлебнуться Я пил медленно Очень, очень маленькими глотками Но это было замечательно Я каждый день шагал рядом со смертью Каждый момент Потому что все, что я делал, могло стать моим последним мигом Это было потрясающе Кое-что бросилось ему в глаза Я нашел след ноги А еще там было много козьих следов Козы могли здесь пройти только с человеком Наверное, это был пастух Идя за облаками, он нашел воду А еще он нашел следы туарега, который прошел здесь Я должен был решить, остаться здесь или двигаться дальше Меня это озадачило Перед Маура стоял сложный выбор Остаться у водной скважины в надежде, что спасатели найдут его до того, как он умрет с голода Или самому отправиться на поиски помощи, рискуя умереть от обезвоживания Он решает идти дальше след за облаком, последовав за туарегом Он нашел дорогу Он знал, что, вероятно, она выведет его в город Но он не знал, сколько дней уйдет на это Маура снова был на волосок от смерти Он был на пределе возможностей Если потерять треть воды в теле, последствия будут фатальными Цивилизация и все связанное с ней подвели его Он решает снова довериться истинным проводникам туарега И идет след за облаком Я продолжал идти вперед Внезапно Я заметил двуногое существо Я подумал, что это за двуногое существо Я пошел вперед А оно стояло и смотрело на меня Я сделал вот так Это существо Было маленькой девочкой Молоденькая пастушка Она испугалась, когда увидела меня Кто этот парень? Кто это может быть? Она побежала, испугавшись Побежала в сторону Маура покинул Марокко и попал в Алжир Пастушка привела его к палатке матери Я упал Я почувствовал, что эти люди спасут меня Первое, что сделала женщина Она протянула мне металлическую чашу С козьим молоком Я выпил его Я был рад Но изнурен Мать послала девочку на ближайшую военную базу И она вернулась с двумя солдатами, которые повели его в лагерь Один из них навел на меня автомат Я подумал Что они хотят со мной сделать? Вот тут я по-настоящему испугался На краю смерти Не понимая намерения солдат И это в тот момент, когда он думает, что спасся Маура завязали глаза и повезли на военную базу Он еще не понимает, что спасен Новость о том, что он выжил, разлетается быстрее, чем сообщение о его исчезновении Его невероятная история появилась на первых страницах газет по всему миру Его назвали Робинзон Крузо Сахары Но его испытания еще не закончены Доктор на базе приказал привезти его в госпиталь в Тиндуфи Его подвергли всестороннему осмотру Доктор взвесил его Маура потерял 15 килограммов Они описали его как из сушеного и изможденного Сказав, что он похож на черепаху Он не мог переваривать пищу Его кормили, но тело не могло принять еду Ему влили 14 литров внутривенной жидкости, чтобы вернуть его к жизни В ту же ночь я позвонил домой Я говорил с Чинтией, своей женой Первое, что он спросил меня Скажи, меня уже похоронили в Италии? Я удивилась, что за вопрос после 10 дней А это значило, что он спрашивал, что у нас творилось Я люблю тебя, Чинтия Я люблю тебя Она была так взволнована Потом подошли дети Я слышал, как они кричали от радости Через две недели после выхода Маура из Сахары И лечения в госпитале Он возвращается в Италию Его встречают как героя газетчики Официальные лица и семья Начался долгий путь выздоровления Он не мог есть Его нужно было кормить подходящей пищей и по расписанию Небольшие порции каждый день И особая диета Пока Маура выздоравливал У него было время поразмыслить над своими испытаниями Я мог бы стать богатым человеком Но деньги не помогли бы мне там Если бы не было чего-то внутри меня Это спасло меня Он понимает, что это было его верой в свою семью и в самого себя Это не дало пустыне разрушить его Каждый выживший скажет Что он старался выжить ради какой-то высокой цели Но наш выживший герой хотел выжить Не только ради какой-то цели А ради кого-то еще Ради преданности, любви, чести Что бы это ни значило У Маура остались следы после его путешествия по пустыне У него повреждена печень и почки На лице остались морщины человека, который много перенес и сильно страдал Раны могут помешать ему восстановить прежнюю спортивную форму Но он отказывает создаваться Соревнования заложены в его природу Он сказал, что никогда не остановит свой бег Режиссер Филипп Деннам Оператор Джим Ор Композитор Майкл Ричард Плоуман Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова